Приветствую вас и сразу хотел бы сказать, что основная техника, которая используется при решении проблемы, это, во-первых, коррекция поведения, и это единственное, что можно сделать с ребенком, то есть детский психолог, он, как правило, занимается тем, что корректирует поведение ребенка и тем самым через коррекцию поведения показывает мальчику, показывает ребенку, подростку, да, варианты поведения, которые тот может использовать для того, чтобы добиться своих целей, но для того, чтобы это сделать, чтобы иметь успех в этом процессе, чтобы, значит, ваши слова дошли до ребенка, нужно, чтобы он, ребенок, я имею ввиду, вам доверят, чтобы у него было к вам доверие. Для этого, для того, чтобы у ребенка было к вам доверие, нужно выстраивать с ним дружеские отношения, нужно выстраивать с ним равноправные отношения, и вот, если ребенок будет вам доверять, у вас появится реальная возможность влиять на его поведение, влиять на его какие-то, назовется, взгляды, на его нормы, на его цели, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ребенку нужна поддержка, определенная, что он этой поддержки, он не чувствует, определенная, что он чувствует себя, себя, ну, опять же, вот как, как это видится мне, он чувствует себя одиноким довольно, он чувствует себя покинутым, он чувствует себя поброшенным, и это очень очень плохо в данной ситуации. И вот, чтобы подобного не было, чтобы подобных моментов не было, желательно, чтобы вы все-таки, значит, ребенку в первую очередь поддерживали, чтобы была поддержка с вашей стороны, чтобы он не чувствовал себя одиноким, потому что вполне возможно, что ребенок сейчас ожидает, что абсолютно все на него будут как-то наезжать, все будут, все будут его обвинять в чем-то, а это, ну, сами понимаете, не самый хороший расклад, когда ребенок ждет постоянный нападок, значит, со стороны взрослых. Это первое, что нужно сказать. Значит, далее, далее ситуация следующая, значит, действительно, у ребенка сложились очень тяжелые отношения с родителями, действительно у ребенка очень тяжелая ситуация, когда, по сути дела, абсолютно все в его семье завязано на деньгах, и нет ничего удивительного в том, что ребенок украл деньги, он считает, что он, точнее, знаете, он серьезно полагает, что деньги решат вот все его проблемы. И надо сказать, что в том, что он так думает, то, что он так думает, это ответственные за это, безусловно, только родители его, которые воспитались в таком ключе, что деньги – это самое главное. И надо сказать, что тут действительно не винить нужное ребенка, не обвинять его, а родителями работают. Потому что ребенок, он почти всегда копирует модель поведения, которую он, ну, которую он видит, которая ему доступна, которую он наблюдает, вот, и если он видит, что модель поведения есть, и этой модели поведения придерживаются взрослые, то, соответственно, он будет и сам, используя такую же модель поведения, просто потому что ничего другого ему не остается, браться к тому, что он не видит других, ну, других способов, путей добиться того, что он хочет. Понимаете, для этого, безусловно, нужно работать с родителями, потому что если сами взрослые, сами родители не будут менять, то надо сказать, что в этой ситуации вам будет вообще, ну, совершенно бессмысленно, в этой ситуации вам будет что-либо делать, потому что, ну, вот, допустим, вы, допустим, поговорили с ребенком, допустим, а, допустим, вы как-то поддержали его, что-то объяснили ему, но стоит ему попасть в свою привычную атмосферу, в свою привычную среду, и он тут же вновь вспоминает, знаете, как вот, ну, на уровне ассоциации, да, он вновь вспоминает, что вообще, говоря, там, он делал, что он делал и как он делал, понимаете, и надо сказать, что в этом случае, в этом, ну, в этом, в этой ситуации у вас, именно у вас выбор, на самом деле, только один, это выбор, работает и с родителями, и с самим ребенком, то есть ни в коем случае не нужно думать, что ребенок, это именно тот, кто, вот, несет ответственность вообще за все, что происходит, это не было бы правильной постановкой вопроса в данном случае, вот, ну, в принципе, наверное, это то, что можно было бы вам сказать, наверное, это то, что можно вам порекомендовать в этой ситуации, вот, Старайтесь настроить, старайтесь выстраивать, значит, дружеские отношения с ребенком, ребенком, дружеские отношения с мальчиком, вот, старайтесь, чтобы все-таки, все-таки он видел или учился видеть, или старался видеть вас, все-таки друга, друга понимающего, понимающего его, а не кого-то, кто, знаете, там, будет обвинять его в каких-то вещах, которые, ну, знаете, вот, которые ему самому вообще могут быть даже непонятны, вот. Я думаю, что, я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей жизни, если вдруг вы решите работу с родителями, то, если вы действительно психолог, то вам, возможно, потребуется супервизия, я услуги супервизии оказываю, могу вам в этом помочь, вот, всего доброго.